Я сначала представлюсь. Меня зовут Олег Юрьевич Лепченко. Я художник. Почему я вам рассказываю про Кэролла, про Алису? Потому что это моя дальнейшая любовь. И я проиллюстрировал книгу. Проиллюстрировал, издал ее. Потом же ее издал. Потом получил за нее премию. И, в общем, я в теме. То есть я могу кое-что вам рассказать. Если что-то вы знаете, конечно, разумеется, что там. Тамти-дамти, Маковский заяц, а это уже из-за лист, из-за зазеркалия. Бегемошки. Бегемошки, да. Ну, это бегемошки, опять же, русский перевод. В оригинале это слоники. Как они в оригинале? Слоники. Да. Алиса еще шутит, что надо... Вот я туда, конечно, схожу. Она смотрит так с холма. И там летают люди. И она присматривается. Боже мой. Или эти... Слоны. Я, конечно, туда схожу, но мне надо сначала взять большую ветку, чтобы она с обгонять. Иду домой, и меня спросят, ну как это бегало? Ничего, только вот эти эльфарсы, докучали. Вот, вот видите, это тот же самый совершенно рисунок, только в цвете. Черновью он сильнее, на мой взгляд. Мне тоже, кажется. Но это была моя такая проба, чтобы как-то угодить детскому вкусу. До сих пор, собственно говоря, я читаю какую-то эльфарсу, и время от виния я нахожу что-то, что я пропустил. Или как бы не передал значение в свое время. Меняется смысл. У тебя должна быть живопись. Если живопись, то живопись такая, компрессионист. Уже совсем компрессионист. Чтобы вообще без контуров, чтобы все уже вот так... как бы дрожал воздух и наполнялся каким-то светом. А уж если рисовать, то рисовать. И он слово за слово и рассказал вот такую сказочку. Ну, она, конечно, была меньше немножко, и не с такими подробностями, но как бы вот ядро сказки было рассказано в один день, как ипровизация. Потом они его просили записать. Он записал, есть рукописная книжка. Называется Приключения Лисы Андеграунд. Вот я когда-то ему посвятил такую драйверу. Почему Льюис Кэррол во все данные? Льюис Кэррол, смотрите, Чарльз Людвич. Чарльз это имя. Людвич это имя матери. Фамилия матери. Ботсон и т.д. Чарльз Людвич. Это по латыни будет Карлиус Людовикус. И он переставил. Немножко не получилось. Льюис Кэррол. Ей так надо его... Вот она увидела, что он с этими часами в жилете. Ей интересно. Разве это недостача? Очевидно так. Раз она чувствует, что она будет несчастлива. Если она эту загадку не разгадает. Вот она за ним побежала. Через три главы она им уже не интересуется. То есть она попадает в его домик. И вообще кролик ему не интересен. Это то, что у Хэррол не всегда описан персонаж. У него главное внимание уделено диалогом. Взаимодействие персонажей. А вот эти вещи он упускает. Даже такой персонаж как Синяя Гусеница. Всего лишь сказано СССР. Она отличается СССР. Но зато можно дать постой. По любомуображению. Как себе представляешь, так хорошо. Да. Когда вот так не описано, ты с полным правом берешь и рисуешь как хочешь. Она встречает Алису. И начинает такие сладкие разговоры. Потому что раз Алиса приглашена на королевский тракет. Значит она не просто какой-то стренджер с улицы. И она с ней разговаривает очень мило. И вот здесь только впервые сказано, что она очень уродливая. И во-вторых, у нее неприятно острый подбородок, который подзается Алисе в печё. Вот это собственно и всё. Вот как он описал её. Пеннион взял за основу... Можете для сравнения вашего показать? Да. Я сейчас покажу. Он за основу взял вот эту знаменитую, гротескную старуху Квентина Мейсиса. Фламандского художника. А Квентина Мейсис когда-то, очевидно, видел рисунок Леонардо да Винчи. Просто один-два-два. Ну явный, да? Похоже. Это слеза, похоже. Ну как слеза? Ну понравилось. Ну просто. Я нарисовал вот такую перцогиню. Потому что, ну, начнем с... Просто острый подбородок. А потом, понимаете, как... Безобразность её... Вот я тут, по-моему... Симпатичная. Можете образность. Да, вот я тут... Вот тут я написал, что... А вот её безобразие, как бы, такое, ну, простое. Как бы, вот, скажи, нарисуй безобразно. Ну, я вот нарисую безобразно, да? Это надо подумать. Потому что есть... Бывает такая красота, которая на грани уродств. Она похожа на героиню вот этот фильм. Помните, Оля Яло? Там была... Королевство кривых зеркал. Да, да. И там была вот эта вот... Анида. Которая играла жена... Анида. Анида. Анида, да. Гадюха. Вот Гадина. Гадина. Вот очень... Такой же типаж. Вроде благородный с одной стороны, а с другой стороны... То есть она, с одной стороны, очень, экстремально красива. Да. Аж до... Да. А с другой стороны, вдруг... Страшно. Ужасно. Я думала, что попытаюсь найти свой путь на вершину этого холма в Красном Королево. Когда вы говорите холм, я могу показать такие холмы, по сравнению с которыми вы бы назвали это долины. Алиса говорит, ну это уже совсем нонсенс. Разве это нонсенс? Нонсенс. Я знаю такие нонсенсы, по сравнению с которыми это просто какой-то толковый словарь, да. Окей. Это я рассказал о том, какие трудности были с персонажами. Но есть еще и места действий. У нас сцена, где происходит то или иное действие. Она встречает их на берегу моря. И вот Эмил рисует это все на берегу моря. Но у Кэролла нигде нет описания этого места. Вообще. Грифон спит на солнце. Все. Больше ничего не сказать. Он спит на солнце. А потом уже Грифон идет с ней к черепашке. А та сидит на камне. Он зерок. Тоже все. Вот смотрите. Я себе представил, что вообще все это происходит недалеко в пределах королевского дворца. Королевского дворца и сада. Потому что королева взяла за руку Алису, когда они играли в крокетку. Она ее повела к Грифону. Ну что они там сели в машину или там на мотоцикле ехали? Нет. Они прошлись немножко. Недалеко. Потом от Грифона они прошлись к этому камню, где черепаха. Тоже недалеко. А потом Грифон ее отвел в зал суда. То есть все происходит вот где-то тут. Единство времени и место и действия. Да. Вот здесь я потом буду говорить об неопределенности, о несвязанности мест действия. Но вот здесь как раз все связано. Ну я люблю детскую литературу, иллюстрированную детскую литературу. И мне нравится, когда в книге есть карта. Карта средиземная. Хоббиты и все эти. Оно как бы смотришь, оно все всегда немножко наивно, но интересно. Эти карты всегда представляют очень приятное добавление к детской литературе. Ну вот смотрите. Чтобы нарисовать карту, надо хоть понимать какие-то связи. Вот эти главы, начиная с четвертой и по седьмой, их можно, во-первых, переставлять без ущерба вообще. То есть тут совершенно одно локальное действие, тут другое. Переставим и ничего не изменится. Не все, но вот в середине несколько глав. То есть я пытался понять, как же устроена эта книга, Алиса. И я понял. Дело в том, что Кэрол был с детства увлечен театром. И я понял, что Алиса это пьеса. Это театральная пьеса. Занавес, новые декорации. Занавес закрылся, открывается, опять новые декорации. Те же Эликса. Те же Эликса. Те же Эликса. Те же Эликса. И новые персонажи. Кончилось тем, что я, в общем-то, отказался от идей карты. И нарисовал вот такую вот на фарзанском позицию с разными персонажами. И их крылатые, как бы, фразы. Кто что говорит. Последняя моя финальная серия, которую я выполнял для книги. Она, вот как раз, основывается, наверное, на моем новом восприятии, на, во-первых, театральности. Во-вторых, я понял, что очень трудно иллюстрировать всю. Хочешь проиллюстрировать все. А получается, что надо разделить. Самодействие. Диалог между, да, или там, Алиса в доме. Там Рука. То есть, все, что происходит. И то, о чем говорится или думает Алиса. А это очень большая, существенная часть повествования. То есть, там очень много культурных, таких исторических ссылок. Там, о Вильгельме Завоевателе, там еще. Ну, не любых. И все это тоже хочется нарисовать. Сам рисунок. Делался коричневым карандашом. И потом прокрывался тонким слоем акварели. Значит, смотрите. Вторая часть, это вот этот черно-билый рисунок. В который у меня включается все, что не входит в действие. О чем говорится. Здесь он такой более декоративный. И он похож больше на какой-то занавес или рамочку такую. Рамку, которая обрамляет основной рисунок. И третья составляющая часть, это текст. Он всегда врезан у меня вот так вот. Ну, я для себя как бы считаю, что надо, чтобы картинка была как раз про то, что здесь. Ты читаешь и пишешь. Это удобно. То есть, это комфортно для читателя. Значит, это так надо и делать. Я практически сразу же после издания книжки, я стал так вот. Я набрал текст и стал их рисовать за зеркаликом. И там месяц-два работал. Потом понял, что что-то не идет. Что-то не идет. И надо сделать перед. Я переключился на другие проекты. Я сделал вот эту вот книжечку этих Nursery Rhymes. Потом я сделал The Hunting of the Snark. То есть, примерно в таком же духе как Алиса. Немножечко более жестко. И вот, когда я немножечко на этих проектах отдохнул, я понял, что я могу возвращаться за зеркали. Был такой стишок про спор композиторов Генделя и Боланчи. Пошли. И я поэтому их нарисовал вот в таком вот барочном таком виде. Это пародия тоже. За зеркали я нарисовал. Сделал. Сложил я. Печатать. Печатать их книжка готова. Поэтому будем собирать средства через кикстартер. Прошу вас всех. Поучаствуйте. Пять долларов. Ставьте соседу. Это будет просто супер. Понимаете? Стижки, вопросы, ответы. И кто-то, наверное, хочет получить книжку. Конечно. За 300 долларов. Нет. За 300 я не... У меня партия можно заставить завтра. Да. Я тоже не пытался подделаться под размеры ритма. У меня порошок. Светило солнце над водой из силы всех и всем. Но странно. Было ведь 12. И М. Ну, то есть ритмы-то все те же. Потому что ночь, она и есть ночь. Да. Сияло солнце в облаках. Так, что смотреть не в мочь. Барашки плыли на волнах. Была глухая ночь. Сияло солнце на волнах. Старалась во всю мочь. Разглавила бебешки, что убегали прочь. Светила ярко, как смогло. Ведь время было. Без тебя. Без тебя. Без тебя. Без тебя. боль солнце сияло над морем сияла во всю свою мочь сияла так ярко как только могло и все так спокойно и ярко вокруг хотя это выглядит странно что солнце сияло здесь сияло солнце над волной сияла во всю ночь она старалась что и сил что море пар